Доброе утро! По мнению почти всех специалистов, самый оклеветанный царь, вот я думаю, это и будет первым вопросом. Вот Павел Первый, Павел Петрович, это так, что на его долю пришлось гораздо больше клеветы и измышлений, чем на долю других российских самодержцев? Я вам отвечу так. Лет 12 назад я написала роман о молодом, еще 17-19-летнем Павле и о его отношениях с Екатериной. Сразу вопрос, как называется, где взять? Он называется «Призраки на том берегу», к сожалению, пиратские все эти дела все еще висят, несмотря на все запреты, так что можно взять. «Призраки на том берегу». Так вот, за этот роман 12 лет назад я получила премию под названием «Полный абзац». Я понимаю. Вот так наши критики были готовы к восприятию личности Павла, всего-навсего поставленного на ноги. Причем роман писался по источнику. Я прерву вас. Кто дает эту премию? Что за люди? Что за критики? От какого слова «критики»? Я думаю, что в какой-то степени они выражали общее мнение. Да ладно вам. Все. Хорошо. Я вас просто успокаиваю. Я думаю, что это совсем не так. А я думаю так. Я думаю, что еще лет 12-15-20 назад фигура Павла фигурировала, вот она висела, репутация Павла висела в нашем обществе, вот именно в таком виде. Абсолютный самодур, сумасшедший. Да, это да. Причем еще и враг России, поскольку, бог знает. Главное, он был невменяем и неадекватен. Вот это самая главная его характеристика. И вот только благодаря публикациям, ну, Левандовского, Эйдельмана, журнале «Знания и силы», очень много было его публикаций, где Павел немножечко стал становиться на ноги. Потом стали открываться другие источники. Стали читать, простите, стали читать Ключевского. Вот я специально вам выписала авторитетный, очень интересный историк. Вот посмотрите, что он пишет о Павле. Почему-то вот лет двадцать назад вот такую цитату никто никак-то ниоткуда не приводил. Потому что, может, не ко двору было. Правящие боялись допустить до дел Павла с его особыми взглядами и правилами, ни с чем не связанного и независимого. Это Ключевский. Это мнение Ключевского о Павле. То есть, я понял. А откуда берутся, откуда взялись источники клеветы? Значит, четыре имени назову. Причем, в отличие от Екатерины, клевета о Павле была запущена при его жизни, период его правления. Значит, первое имя Храповицкий, секретарь Екатерины. Дальше наш уважаемый поэт-драматург Денис Иванович фон Визин, французский посол Сигюр и особенно английский-британский посол Уитфорд, который еще и потом приложил руку к убийству Павла. Вот четыре основных источника. Дальше, как снежный ком, начали катиться сплетни. И вот интересный момент. Вот вы вдумайтесь, сплетня, запущенная в 15-м, ну даже в 18-м веке, почему-то некоторыми, ну даже историками, в 21-м признается фактом. А ведь она от этого сплетни-то... То есть, на веру? Практически это на веру. Берется, ну как же, в такие экзотические времена кто-то что-то сказал. Так он наврал. Тогда врали точно так же, как и сейчас. Это то же самое, давайте изучать историю Франции по трем мушкетерам. Поэтому мои источники о Павле, это огромный массив его приказов, распоряжений, который никогда не лежал в архиве. Он был использован Спиранским, Рокчеевым во времена Александра. Затем всеми, кто работал с Николаем Первым, с Николаем Вторым, заметьте, при Александре Втором и Третьем, ну, пожалуй, военные приказы. И даже, даже, я нашла интересную цитату у Константина Рокоссовского. Когда он учился в Академии, он... Вы имеете в виду в Академии Генштаба. Да, он, значит, пишет, буквально одна фраза. Мне дали подшивку, чтобы я ознакомился с приказами Павла Первого, 98-99 годов. Вот о чем это? Делайте выводы. Никогда вся вот эта вот его деятельность, она никогда где-то в архивах не лежала, не пылилась. Насколько он был продуктивен. Второй источник. Это мой любимый источник. Это письма. Личная переписка. Я все время говорю, что она наиболее интересная. Она гораздо интереснее мемуаров и прочего. Особенно интересна переписка людей далеких от двора, но людей, которые так или иначе упоминают Павла в связи с каким-либо событием из их жизни. Ну и камерфурьерские журналы. Это очень интересный источник. Там все описано. Там, собственно, мышник проскочит. Все ясно. Чем, кто, где и как занимался. Потом еще есть дипломатическая переписка. Депеши. Вот их тоже стоит почитать. Там тоже становятся многие вещи понятнее. А есть переписка Уитфорда с английским... Там, я не знаю, с английским... Да, я читала эту переписку на английском языке. Я, конечно, думаю, что она компилирована здорово. Ну, что там много чего изъято, конечно. Англичане этим, кстати говоря, очень отличаются. Ну, что-то да, что-то безусловно. Там есть интересное. Так вот, если по этим источникам пройтись по фигуре Павла, совершенно по-другому выглядит. И становится понятно, почему именно на этого императора был обрушен такой шквал ненависти. Мне почему-то в голову приходит совершенно другой персонаж, который гораздо ближе к нам. Сталин. Я высказал только свою собственную мысль. Ни в коем случае мы на этом не будем застрять наше внимание. Если бы открылись архивы по Сталину, если бы что-то, вот можно было бы сейчас опять поставить на ноги все. Но, к сожалению, пока архивов здесь... Пока нам не дают читать многие вещи. Но это опять здесь Сталина нужно разбирать по источникам. По тем самым папкам особого отдела, которые... Особая папка это политгруппа. Ну, так грубо говоря, так она среди историков называется. Так вот, давайте я сразу отвечу на один вопрос, который мы потом можем в течение беседы... Так он у нас куда-нибудь вскользнет. Почему... Почему вот такая махина, сплетен, клеветы, ненависть была обрушена именно на него? Что он такого сделал? Что он сделал? Прежде всего, когда он только стал императором, первое и главное его желание было уравнять богатых с бедными, умных с глупыми, достойных с не очень достойными. Почему? Он считал, что клин нужно вышибать клином. После того, как клин клином будет вышиблен, можно будет воздать каждому, как полагается. Но уравниловка среди богатых и бедных он считал необходимым заявленным актом. Он об этом говорил постоянно. Если мы не ликвидируем вот этот колоссальный раздрай, вот этот раскол, вот эту пропасть между богатством, там, предположим, Безбородко, Орловых, или, я не знаю, там, Куракинах, кстати, его друзья, и последнего нищего крестьянина, мы всегда будем иметь в России пороховую бочку. Глубокую мысль. Она основывалась на всем том, что он знал и читал, изучал в отношении Великой Французской революции. Там был закон о максимуме, там была масса декретов. Он безумно ненавидел французскую революцию, но он сделал из этого правильные выводы. И второй вопрос. Он ликвидировал институт фаворитизма. То есть, он сказал так. Все равно удалены? Пока я император, я буду решать, кто здесь дворянин, кто крестьянин, кто министр, и кто вообще есть кто. Я буду решать, поскольку я, ну, тут, извините, да, от Бога, помазанник Божий, да, здесь со всеми делами, всё как положено. Но он прекрасно понимал, что этот период не должен и не может продлиться долго. Я повторяю, это был клин клином. Он надеялся успеть за несколько лет вышибить вот этот гонор богатства, гонор знатности, гонор избранности. Который взращивала матушка успешно. Который взращивала матушка. Совершенно верно. Ну, до неё все остальные тоже. Ну, конечно. Начиная с, наверное, Ивана Грозного. Ну, смерть поганая ещё там. Ожгу. Ожгу. Но он не успел пойти дальше. Он все, кто лишился всего, на что считали себя в праве. Они, в общем... Ну, дальше там история понятна. Нет, но мы там до этого дойдём. До этого мы дойдём. Но вот это самое главное, что я хотела объяснить. Прежде всего. И тогда, Елена... И далее. И последний момент. Извините. И ведь вот почему ещё... Ещё одна причина, почему вот этот вот шквал ненависти был на него обрушен. Потому что все мемуары... 90% всех мемуаров, которые писались в конце 18-го... Ну, в начале, в основном, 19-го века, писались именно теми людьми, которые были лишены. Которых царская власть ударила по их самолюбию, их гонору, их наглости, их... Ну, всему прочему. И их богатство, кстати, тоже. Кстати, что сделал Павел? Он... Какая дурацкая, понимаете, выходка. Взял, ликвидировал всё столовое серебро, всё золотые ложки вилки, всё, понимаете, он куда-то отдал, и сам стал есть на олове. А куда отдал? На дело. На дело. Я понимаю. То есть переплавить, монета, всё. И вот вам ещё один момент интересный. При Никола... Знаете, что этот аскетизм при русском дворе был сохранён вплоть до самой революции? Был такой случай при Николае II. Пригласили французского посланника на какой-то семейный ужин. И он был поражён. Что это на столе стоит? Что это? Какие-то странные приборы. Да, одни оскорбления. Ну, в общем, да. Там даже был какой-то молочник с трещинкой. После этого ему императрица объяснила, принесла извинения. Мы не успели сервировать стол, как положено к вашему приходу, поскольку вот император должен был перенести время. Мы приносим извинения. Просто мы всегда вот едим на этом. Так что, Павел, и это. Вот наши императоры, честно говоря, в быту были довольно-таки сдержаны. Маленькие комнатки, простая мебель, очень простая сервировка. Никто этого не поломал. Не решились. Угу. Угу. Хорошо. И вот я вам еще какой вопрос задам. Это мне на сайт. Заранее прислал, там, не знаю, посетитель сайта. И был ли он действительно любимый народ? Конечно, был. Прежде всего, на нем лежал, ну, обаяние в кавычках отчасти, пугачевского бунта, конечно. А потом, до народа, народ не глуп, у него уж как надо все воспринимает. Народ понимал, что задумал Павел. А потом, ну, простите, его реформы, мы, конечно, о них поговорим позже, но он три дня только оставил барщины. То есть три дня на барина, четыре на себя. Крестьянин мог работать. Это как? Заодно за это, в общем-то, должны были его... Это антиклассовый поступок. Абсолютно. Он был первым, кто запустил в обществе дискуссию об отмене крепостного права. Но это, наверное, немножко дальше. О реформах. Воспитание. Воспитание, что его формировало, мать на него обращала внимание или не обращала внимание. Вот. Кратенько. Значит, первое, что сформировала личность Павла, это та обстановка при дворе, когда союз одних кланов доказывал наследнику, что он пятое колесо в телеге и править будет государыня. И другой союз кланов доказывал наследнику, что он есть соль земли, и он обделен и несправедливо отстранен от власти. Вот в этом Павел рос, начиная там буквально с 7 лет. В том же самом примерно рос и Александр. Еще более сложном клубке противоречия. Александр I, его сын. Но Александр, он психологически, эмоционально погрузился в этот раздрайк. С Павлом произошло сложнее. Лет в 7 он очень сильно заболел. Начал поправляться, но у него началось осложнение на уши. Очень болели уши. Екатерина не знала уже, что делать. Приглашала к нему целый консилиум у врачей, устраивала ему домашний театр, каких-то зверюшек. И вдруг ребенок стих. Ребенка принесли книгу. Иван Иванович Шувалов принес ему большую, толстую, очень красивую книгу. Павел ее открыл и не закрывал до конца жизни. Вот если бы он успел оставить завещание, он бы, наверное, попросил ее положить с собой в гроб. Книга называлась, у нее длинное название, я ее кратко скажу. «История славных рыцарей Мальтийского ордена», написанная аббатом, ну и так далее. «История рыцарей Мальтийского ордена». Это примерно то же самое. Она очень, кстати, интересная. Я ее читала в нашей инъязовской библиотеке брала. Почему-то не переведена на русский, к сожалению. Очень увлекательно написана. Но именно эта книга увела его в мир романтики, в мир рыцарства, куда он стал спасаться от вот этих домашних придворных дрязг, от этих людей, которые, присутствуя на его завтраках наследника, обедах наследника, постоянно дули ему в уши, в одно ухо одно, в другое, в другое. Он стал уходить в этот мир, иллюзорный мир. И он начал формировать в себе образ рыцаря. Вот этот еще один, скажем, психологический раздрай, собственно, и сформировал личность Павла. И, безусловно, люди. Первый, самый главный человек в его жизни — его отец Петр III. Это самый главный. Я могу это доказать, но это долго. Дальше это Иван Иванович Шувалов, который очень много времени с ним проводил. Потому что первое время Шувалов с Елизаветой вообще забрали его к себе в спальню. И он у них, конечно, императрица Елизавета забрала внука к себе. И он в этой колыбельке орал по ночам. И Шувалов пишет, что своей сестре Голицыной, родной сестре, пишет, что однажды он не вынес, он, Иван Иванович, подошел и показал ему свой кулак. Младенец пискнул и стих, ибо такой штуки еще не видывал. Ну, опять же, вот нарисуйте мизансцену. Это его воспитатели. Елена, я прошу прощения, назовите, пожалуйста, еще раз название вашей книги о Павле Первом. А где найти и, возможно, где купить, я надеюсь, наши слушатели высокопросвещенные разберутся сами. Скачать. Призраки на том берегу. Вот так видел. Елена Сьянова. Призраки на том берегу. Есть такое понятие поисковик. И вот если в этот поисковик забить вот эти волшебные слова, или... Вы забейте меня, Вики, и там все... И там будет все. Все. А дальше уже... Это так видит Павел Петропавловскую крепость, усыпальницу дома Романовых с другого берега Невы. Вот там он видит этих призраков. Они будут его преследовать всю жизнь. Тот же Иван Антонович. Так, следующие источники. Значит, первый источник его отец. Второй Иван Иванович, безусловно, Иван Иванович Шувалов. Дальше это Семен Андреевич Порошин, его первый воспитатель. Это Никита Иванович Панин, человек, который пройдет с ним всю жизнь. Павел ему закроет глаза. Это его мать Екатерина, это его бабушка Елизавета, это Фридрих Великий, это его друзья Куракины, Плещеев, Чернышевы. Это женщины, которых он будет любить. Это прежде всего его первая жена, его первая любовь, Наталья, которая, к сожалению, ему изменила с Разумовским. Это его вторая жена, это его возлюбленный, его сердечный друг Екатерина Ивановна Нелидова. Ну и так далее, и так далее. Вот такой круг людей, причем люди-то все очень хорошие. Вот интересно, что при Павле не было дурных людей, просто порочных людей. И он формировался как довольно-таки чистый, совестливый и очень такой, ну да, я даже не буду подбирать другого слова, совестливый человек. А это на престоле Романовых было смертельно опасным. Екатерина это прекрасно понимала. Да уж это сволота придворная, конечно, такой человек поперек горла стоял почти всем. Хорошо, вы особо в нашем разговоре еще до передачи вы выделили гатчинский период Павла. Это 1783-1801. Леонид. только я забыла, Леонид, одну... Да-да-да-да, Елена, как вам угодно. Просто у меня вал информации в голове. Отлично, отлично. Еще один момент. Чем он завоевал любовь народа? Он вел такое понятие прямое обращение к монарху. Когда он станет императором, он повесит на дворце, под окнами Зимнего дворца почтовый ящик, куда каждый должен быть допущен за своей жалобой. Я когда-то об этом написала несколько статей, он так и назывался, кстати, царский ящик. Это о чем? Работа с письмами трудящихся? Да. Так вот, гатчинский период. Вот оклеветы на этот период. А что такое гатчинский период? Это имение мы за Гатчина была подарена ему Екатерина в связи с рождением дочери, которой она была очень рада дочери Александры. И далее этот период формирования Павла как государственного деятеля и подготовка им всей той программы, которой он будет руководствоваться во время своего правления и которой будут руководствоваться Александр, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II. Все. Вот что такое гатчинский период. Реформы в армии. Реформы в армии это тысячи приказов. Интереснейших. Вот их надо читать. Например, его реформы военно-морского флота. Но это вообще особый вопрос, я даже не могу на нем останавливаться. Он в основном до всех екатерининских глав в коллеги, он их всех разогнал, кроме Чернышева, который занимался флотом. Они очень много работали в Гатчине, вот именно с Чернышевым, и очень много реформ флота. Все будущие победы нашего флота все основаны на том, насколько он допустил талантливых людей, талантливых офицеров, как он давал им продвижение, как он требовал правильного обращения с матросами. То есть он, я правильно вас понимаю, Елена, он не только выпускал царскую бумагу, но он следил за теми лицами, которые были в этой бумаге упомянуты, он следил за их продвижением, то есть при нем бумага не оседала в архиве, а имела ход. Имела ход, поскольку он был официально всю свою жизнь, начиная с 7 лет, генерал-адмиралом российского флота и имел право вторгаться и отдавать приказы, что касается флота, начиная с 7 лет. Я хочу вот что подчеркнуть, как слушатель ваш, он это было постоянное внимание к флоту, а не такие царские озарения. Огромная постоянная работа с флотом. Иначе все екатерининские потуги на юге все бы вышли в ноль. У нас сейчас будут новости на радиостанции, говорит Москва, а после этого мы продолжим наш разговор с Еленой Сьяновой. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш разговор с историком Еленой Сьяновой. То есть никаких особо-то игр в солдатике в Гатчине не было, это была работа. Господи, да кто же это, ну кто же это такую игру солдатики вменяет Павлу? Это, по-моему, Петру Третьему вменялись. И ему, и ему тоже. Ну как же, шалости разные, придворные, пренебрежение государственными делами. У него была армия, две с половиной тысячи человек в 96-м году. Это солдатики? Две с половиной тысячи вымаштрованных, прекрасно воспитанных, с великолепными офицерами. Как это называлось? И не заточенной, у Гатчинской армии она так и называлась, и не заточенная на дворцовый переворот, а заточенная, так скажу, такое слово употреблю, на войну, на реальную войну за интересы России. То есть это, как вам сказать, Гатчинская армия не должна была использоваться как единое соединение, а, наверное, все-таки ее воспитанников вырослали бы по частям Я думаю, да, он так потом и будет поступать. Так и будет поступать. Так, Фроги, спасибо за вопрос, но чуть-чуть позже, потому что в этом часе Елена Сьянова будет отвечать обязательно на ваши вопросы. Итак, вошедствие на престол. Как это происходит? Опять же, потому что вы пишете, что это не просто церемония. Да, это была целая процедура, которая была высмеяна, и тут вот уже Павла просто назвали сумасшедшим. Ему, вот не хочу повторять, но кратенько, ему приписали такую вещь. Якобы он приказал эксгумировать тело своего отца Петра Третьего, вот эти тленные останки он посадил на престол и велел их короновать. Но Петр Третий действительно не был короноват. Не слышали такого? Есть такая легенда. Вот коронован, это вы рассказывали, я это знал, а вот то, что останки короновал. Вот такая мизансцена была описана мелким английским дипломатом. Уитфорд такого никогда не повторял. Как я люблю эту страну. Это был его секретаришка какой-то. Как я люблю Великобританию. Ну, на самом деле он сделал вот что. Он действительно устроил перезахоронение своего отца. Он похоронил его рядом с его матерью, то есть со своей матерью, с его женой Екатериной. Гроб он заставил нести некоторых персонажей, таких как Орловы, например, еще некоторых персонажей, которые были замешаны в убийстве Петра Третьего. И он действительно короновал номинально своего отца. Зачем он это сделал? Его самым первым актом при вступлении на престол был акт о престоле наследии. Таким образом, он ликвидировал возможность дворцовых переворотов на будущее. Ту самую ужасную вещь, которую запустил Петр Первый. Когда не назвал наследника, когда наследниками могли быть женщины, племянницы, племянники, и по Петру Первому наследником должен был быть тот, кого называет сам император. Павел сказал твердо, старший сын. Это была важная вещь для спокойствия дома Романовых, поэтому они продержались еще столько лет. Для этого ему нужно было короновать и быть самому законным наследником коронованного императора и сразу назвать наследником своего сына, который к тому времени уже родился Александра. Александра Первая. Дальше все идет очень спокойно. Но это проявление государственной мудрости. Необходимость. Да, конечно, конечно. И запретил с особым актом он запретил короновать женщин. То есть не короновать женщин неправильно, императрицы бывали коронованы, допускать женщин до российского престола. Ну, вероятно, это тоже было. Женское правление на самом деле это надоело тогда уже всем. Ну, и следующий, значит, наверное, такой серьезный акт. Он прекращает все политические репрессии. Причем, опять же, клин-клином. Он прекращает, я повторяю слово, все политические репрессии. Он выпускает всех, кто сидит в тюрьме, по политическим соображениям. Сколько таковых было? Таковых было не так много, но, как говорится, метко. Начиная с Николая Новикова, которым он разрешил его издательскую деятельность, и продолжая Александром Радищевым, которого он включил в состав комиссии по реформам. Хотя Александр Радищев был злейшим врагом крепостного права и всей крепостнической России. И Павел это прекрасно понимал. Ну, он освобождает Костюшко, ну, и так далее. Вот это вот как-то... Но при этом он... Не нужно его идеализировать. Он не крестьянский народный царь. Ну, конечно, нет. Я повторяю, он в самом начале своего правления считает, что Россия должна пройти вот этот период уравниловки, запрещения реформ, то есть запрещения политических репрессий и следующий удар, тяжелейший удар, который он наносит по самой сути, чем, собственно, Россия питалась, по крепостному праву. Значит, он запускает... Вот всем известно, что он отменяет, значит, четыре дня барышины, оставляет только три. Вообще барышины отменяет. Три дня крестьянин работает на помещика, четыре на себя. Но это было для многих помещиков просто разорением, в общем-то. Представьте, как они его за это полюбили. Но более важная вещь, в то время уже существовала культура политических журналов, выходили газеты, и Павел запускает вот в этой, в том, что называется общественным мнением, формированием общественного мнения, дискуссию об отмене крепостного права. Это было сделано при нем. Все время замыливается этот факт. Да, да. Смотрите приказы. Более того, интересно читать даже и сами приказы, и черновики приказов. Он ведь работал над ними сам. В историографии в нашей и среди историков какая-то неизбывная любовь к Петру Первому, который такого наворотил. Ну, время, конечно, меняется. Не забывайте, Россия прошла крестьянскую революцию Пугачева, и время вхождения Павла на престол, это директория во Франции, это уже вся народная вольница, вся вот французская революция, ну, в основном она уже закончена, что говорить. И он впитал в себя весь этот опыт при всей его ненависти. Павел ненавидел французскую революцию. Вот читаю, значит, круглые шляпы запрещал, вальс запрещал танцевать. Может, подумаешь, там вальс танцевали на площади Бастилии. Причем тут это все? Вот люди бы вдумались вообще, вот что вот это? А зачем? Дураком каким-то запущен. А зачем? Так удобнее? Чем проще, тем удобнее. Чем проще, тем меньше надо думать. Конечно. Не запрещал Павел вальс. Павел говорил, что ему вальс не нравится, поскольку на куртагах его юности танцевали минуэтты. Но когда его дочь Екатерина Павловна танцевала с князем Багратионом, в которого была влюблена вальс, Павел ничего не сказал. Правда, потом быстро выкрутил на женил после этого. Это же его дело отцовское. Ну и вот третий такой указ это вот ликвидация фаворитизма. Здесь, наверное, у этого указа он был очень жестким, все распоряжения были очень жесткими и даже был некоторый перегиб, потому что у Павла был человек, который его любил, который был предан ему, вот без лести предан. Ну, сами знаете, кто Аракчеев. Ну, Аракчеев я прочел в ЖЗЛ. Была издана биография Аракчеева. Я, к сожалению, запамятовал автора. Совсем другой человек. Это великий государственный деятель. Это, во-первых, это работяга 25 часов в сутки. В сутки. Совершенно верно. Да. Человек, который очень полюбил Павла, так как, наверное, его любили те, кто к нему был приближен. Вот его друзья и его женщины, понимая, насколько это обаятельная личность. Насколько он несчастен, насколько он, насколько ему сложно жить, мириться даже с самим собой. и дальше Аракчеев. Сейчас, вот я закончу. Когда в 801 году Аракчеев совершил незначительный, в общем-то, проступок, и Павел его устранил, он лишился вот этого цепного пса, устранил жену и Аракчеев. Вот тут они его и взяли. Аракчеев это массив государственной деятельности при Александре, потому что первым, кому кинулся Александр, когда ему объявили о смерти отца Баларакчеев, он рыдал у него на коленях три дня, и я в это верю, потому что есть серьезные источники по этому поводу, пока ему не сказали хватит ребячиться, идите царствовать. Вот вы все, Лен, беспокоитесь об отзывах слушателей, Димочка, его зовут Дима, я обожаю такие ники Дима, Саша, наверное, взрослый. Прискучнейшее занятие через И, прискучнейшее через И пишется. Впредь засчитывает такое? А занятие чего? Я думаю, что он имеет в виду нашу беседу. Мне максимально интересно. Зачем слушает? А может быть, он имеет в виду правление государством? Не лезьте в нежную психику хрупкую. Может быть, он считает, что это прискучнейшее занятие править такой страной, как Россия, а оно правда скучное. Ладно, я предлагаю послушать статистику Михайлова, можно посмотреть какую-нибудь смешную передачу по телевидению, там, Петросяна, комедий-клуб. Это очень интересно. Дим, честно, я вам говорю. Дима, вот поверьте мне, править страной, это надо работать даже не 25, 26 часов. Надо работать все время. Так, Елена, я сейчас буду задавать вам вопросы, которые задают слушатели. сначала в письменной форме и параллельно, конечно, у нас включается телефон прямого эфира. Мы остановились еще где-то в середине. Елена, у нас всегда в общем есть, как это называется, виртуальные следующие выходные. Понимаете? У нас, понимаете, Елена, у нас на радио полная демократия, абсолютно. Но в рамках моей передачи решаю все я. Вот за кого захочу, того и позову. Значит, смотрите, Томсинов. Спасибо вам, 4573. Или Томсинов, я не знаю, вот Аракчеев. Великолепно. А какая биография в Жизел вышла Бенкендорфа? Человек, который в Париже любовницу Наполеона отбил. Организовал партизанское движение. Офицер специальной части, частей специального назначения. Бог ты мой. Кстати, в организации партизанского движения 12-го года огромную лепту и огромные деньги внесла Екатерина Павловна, дочь Павла. Дочь Павла. Так, что хорошего для России сделал Павел, кроме почтового ящика и разговоров об уравнении крестьян, он все равно не освободил? Ну вот на такие вопросы пытаешься ответить всеми своими писаниями, все свои говорили не по радио, человек его все равно задает. Если вы этот вопрос задаете, читайте, я еще раз отвечу очень кратко. Павел начал, запустил ту программу реформ, на которых жила Россия до 17-го года. более того, по инерции кое-какие реформы заступили из-за Октябрьской революции. Так, я еще... А вот, получается, что история царствования Романовых, это война Лизаблюдов с самородками, или Лизаблюды победили? Вот это тот вопрос. Можно подумать, что история любого правления не включает в себя элементы такой войны. Обязательно. конечно, безусловно. Постоянно же идет борьба для того, чтобы... Ну, я вам просто шутейную историю могу напомнить. Березовский сколько времени сидел у Крыжакова в приемной? Бутерброда там просил, чай просил, чтобы к телу, чтобы получить доступ к телу. Это вы уж там его считаете самородком. Вопросы и сравнения с Березовским не будут приниматься. Заранее предупреждаю. Есть разные монархи. Некоторые боятся талантливых людей и окружают себя бездарностями, поскольку чувствуют, что среди профессионалов они не потянут. А есть люди, которые делают опору на профессионализм и талант. Так делала Екатерина. Так не успел сделать Павел. Он за все хватался сам. Вот, Елена, несмотря на ваше сопротивление, Роман, приогромнейшее спасибо за передачу. Нам много и открыли глаза. Сколько стоила России гачинская армия? Сколько стоили солдаты? Финансы? Нет, дальше ничего непонятного. Дальше непонятно. Как финансировалась гачинская армия? Там дальше вопрос терять смысл. Я просто непонятно. Александр Второй Россией правит легко, но бесполезно. Сократ, так пулю в лоб себе пусти. Если ты на таком напиши внятное завещание и пусти себе пулю в лоб. В нашей стране не воруют только я и мой сын. Давайте я отвечу опять из источника. Небольшой диалог между Павлом и Панином. Никита Ивановича Панином. Панин как-то упрекнул, вернее, Павел упрекнул как-то свою мать, высказавшую Панину, что вот у нее Адюльтер с Европой и получается, что у нее Вольтера Дидро, а у нас Стенька с Емелькой. Панин ему на это сказал, что же ты хочешь, чтобы государыня наша очень одни только, в одну только Азию обращала? И он, Павел отвечает Панину, нет, в себя глядеть надобно. У России свой путь. 7373-948 по коду 495, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Это не истина в последней инстанции, это мнение Павла, я вам просто рассказываю. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, большое вам спасибо, Елена, это Вера. Смотрите, пожалуйста, вот после, вы, правда, не упомянули еще в этой программе участие Александра, сына Павла, в его заговоре против отца, так вот, скажите, пожалуйста, после Павла наложилось на романах вот эта порча, и второе, то, что они были уже обречены, то есть они сами внесли в свою династию, в свое управление вот этот грех отца убийства, после которого они, прощины, не могли быть просто на небесах. И второй вопрос, во время Крымской войны, которую можно вполне считать Первой мировой, были убиты на поле сражения самые лучшие адмиралы Макаров, Махимов, и мы знаем очень много других, просто люди, которые составляли созвездия. Я попрошу вас задать вопрос, не отвлекайтесь, пожалуйста. Я коротко... Нет, коротко у вас уже не получается. Если бы реформа Павла была использована, можно было бы этого допустить. Вот я считаю, что это была очень большая ошибка и просто предательство нашей армии и флота, вот что погибли самые лучшие адмиралы во время Крымской войны. Спасибо большое. Ну, вы говорите о более позднем периоде. Конечно, конечно. Это... Мне не хотелось бы просто как-то очень голопом по нему. Это действительно другое время, немножко другие нравы, но... Знаете, на поле боя гибнут всегда самые лучшие. Это в любой войне считается гибнут самые лучшие. В какой-то степени... Ну, я с одной стороны только на этот вопрос отвечу. Павел действительно воспитал офицеров и запустил вот это воспитание на будущее. Все-таки офицеры должны участвовать в боевых действиях, генералы тоже, и они всегда были на передовой. Возможно, если бы они по-другому несколько стиль командный выбрали, может быть. Татьяна вас благодарит за передачу. На первый вопрос... Спасибо. Да, да, да. На первый вопрос я отвечу, если можно, развернуто. Была такая принцесса Вертенбергская. Тоже типа андерсовской принцессы. Королевства у нее было, конечно, побольше, чем у Фике. Воспитана она была великолепна. У нее был жених, один из немецких принцев. Как она говорила, созерцание лица, портрета которого вызывало у нее ощущение бренности бытия. Ну, не нравился ей этот жених. Вот у нее появляется другой жених. Когда она его увидела, она влюбилась в него с первого взгляда. Он был ниже ее ростом. Он был некрасив. Павел. Я говорю о его второй жене, Марии Федоровне, уже крещенной. Так вот, Мария Федоровна, она не просто влюбилась в Павла, она полюбила этого человека и долгое время была ему другом. Более того, женщины меня поймут. Есть такие пары, где страсть между мужем и женой продолжается долгие годы. вот она испытывала к Павлу вот эту самую женскую страсть, несмотря на их огромное количество детей. У них было десять детей, но один ребенок умер. Так вот, эта страсть в ней не затихла и в момент его смерти, и после его смерти. И вот эта безумная страсть матери к отцу, особенно после его смерти, наложила страшный отпечаток на мироощущение Александра Первого. Всю жизнь Александр себя не просто казнил за то, что недостаточно твердо потребовал сохранить жизнь отцу, но за то, что он вот так убил, собственно, свою мать. А мать была с ним постоянно. И вот эта мука, его мучение, оно парализовало его волю. И во многом личность Александра Первого вот обусловлен многие его колебания. То есть вот это сформировалось еще тогда. Рядом была мать, которая все время напоминала ему об отце, и которая продолжала его любить. Это страшная вещь. Но даже психологу не надо, чтобы здесь понять, о чем идет речь. Так вот, это самое цареубийство совершенно права наша слушательница. Только я не, поскольку я не верующая, я не в, так сказать, не в категориях Божьей кары, об этом скажу, да, это та самая несправедливость, которая по каким-то законам бытия обязательно бывает наказана. Да, безусловно, Романовы несли, несли на себя этот грех отцеубийство. И он выражая, потом выражался во многих конкретных вещах, но это, опять же, стоит рассказать об этом подробно. Сейчас мы немножко пойдем дальше. Я вот что, продолжаю, вот, ну, Фроги вас благодарит за великолепный эфир, выражает благодарность свою, вас просят сделать передачу о Елизавете, я так только за, лишь бы вы согласились. в вашей книге Екатерина обращается к знахарке, или к знахарке, прошу прощения, чтобы привыражить Шувалова. Да. И что? Я тоже, я бы сказал, и что? А тогда в России был целый институт лекарок и лекарей. Это были очень профессиональные, образованные люди. Фактически, они были врачи-травники, они действительно лечили людей, очень продуктивно лечили, они могли вылечить там рак или какой-нибудь инсульт, но всевозможные кожные заболевания. Потом была целая система омолаживания, которой пользовались русские императрицы. Она сохраняется в такой же тайне, как и лечение золотухи при французском престоле. Престоле. Как вы оцениваете, рекомендуете ли вы к чтению книгу Николая Гейнса Аракчеев? Читайте, конечно. Читать надо все. Читайте? Там очень много интересных фактов. Вот, Владислав пишет, отличная передача и тема, это относится сугубо к вам, конечно, Елена. Критиков посылайте на троеточие телевидение, им там самое место. Так, надо, а у нас... Критиков надо уважать. Есть время. Кого? Критиков надо уважать. Блин, вы... Критики иногда останавливают... Вы мягкая женщина. Поток сознания, когда человек увлекается... 7373-94-8 ваш вопрос, Елене Сеновой. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день. Добрый день. Осталось полторы минуты. Вот вы говорите о том, что Павел Петрович боролся с чванством, гордыней, но тогда как вы прокомментируете его слова, что в России велик тот, с кем я говорю, и только пока я с ним говорю. Пожалуйста. Спасибо. Психология человека 18 века отличается от нашей. Павел себя считал помазанником Божиим. Вдумайтесь в этот термин. Он себя считал единственным исключением из всех правил. Правило вводил, исключением ставил себя. Пожалуйста, вы можете поставить это ему в упрек. А в упрек ему поставить можно много. Что? Я сейчас вам об этом расскажу. Во втором части обязательно. Белого пушиста мотнуть не было. Да нет, вы же постоянно подчеркиваете, что не надо никого идеализировать, ни Екатерину Великую, ни Павла Петровича. Они были живые люди. Все до одного. скачать невозможно, обрыв весь инет. У вас в жизни появятся занятия. Новое занятие. Вы будете искать книги Елены Сьяновой. Может быть, пока вы не нашли призраки, может быть, вы найдете что-нибудь другое. Почитайте публикации в журнале Знания и Силы. Поверьте, там очень много интересных материалов. А у нас сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва». А после новостей мы продолжим разговор с Еленой Сьяновой. Программа Леонида Володарского. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. У нас в гостях историк Елена Сьянова. Из глубокой горечи я хочу вам заявить, что сегодня мы не успеем раскрыть до конца всю важность того, кем был Павел Петрович, его реформ. Поэтому заседание продолжается, но переносится частично на следующие выходные в удобное для Елены время. Поэтому мы продолжаем дальше. Павел матушкой был отправлен в заграничное путешествие инкогнито. Зачем? Да, действительно, у него уже было тогда двое детей, но Екатерина, скажем так, согласилась на его просьбу отпустить его вместе с женой с Марией Федоровной поездить по Европе. Он сам очень этого хотела. Во-первых, они хотели побывать у нее дома в Германии, ему очень хотелось побывать во Франции. Она на это согласилась по двум простым причинам. Поскольку она любила и уважала своего сына и готовила его царствовать. В то время совершенно точно. Она хотела, чтобы он завязал нужные связи, потому что никакой дипломат никогда не установит таких связей, как наследник престола. Естественно, при всех дворах будут знать, кто такие графы северные, будут знать, что это Павел. Во-вторых, она хотела, чтобы он сам немножко подышал европейским воздухом, немножко разобрался в том, что происходит в Европе. Немножечко то есть она поступила так, как поступают многие состоятельные люди, посылая своих детей не просто учиться за границу, а в заграничное путешествие вдохнуть европейской цивилизации. Ну да, увидеть, как люди живут. чтобы потом правильно формировать место России в семье европейских народов. Поскольку она как раз в Азию-то редко заглядывала, она все-таки очи были в Европу, особенно в Северную. Путешествие у Паула интересный вопрос, он был принят при всех дворах, он был прекрасно воспитан, он был очень умен, и все, практически все монархи, все, с кем он встречался, оценили это, за исключением, может быть, только Фридриха, который написал, который был очень хорошим психологом, который написал о том, что вряд ли этот монарх сможет долго править. Он объясняет это тем, что Павел слишком вникает во все сам, он слишком непредсказуемый, масса всяких недостатков, которые Фридрих, кстати, которыми Фридрих обладал сам. Вот вернулся Павел из этого путешествия немножко другим человеком, вот тут Екатерина просчиталась. То есть самостоятельность какая-то излишняя? Почувствовал себя более уверенным, даже, может быть, самоуверенным, более чем на что он тогда имел право. И, конечно, европейское масонство спикировало на него как на добычу. Ну, она это предвидела, конечно. Но с этим ничего нельзя было поделать. Вы же говорили в прошлой передаче, что когда ее упрекнули о том, что слишком много масонов, она говорит, да, а что же делать, коли все умные масоны? Все дельные туда пошли. И вот Екатерина, кстати, писала своей подруге, подруге матери, я уже на нее ссылалась, этой графине Белке, о том, что Павел вернулся немного другим. Я еще не поняла, еще буду к нему приглядываться, но я буду с ним теперь более осторожной и осмотрительной, что и посоветую моему окружению. О чем это говорит? О том, что она воспитывала наследника, она воспитывала его так, как считала нужным на тот период. Но когда они вернулись, тут уже у них появляется первая дочь, которой безумно обрадовалась бабушка, и начинается Гатчинский период 1983-1996 года. Который вы описывали? Ну, голубым. Да, естественно, естественно. Хорошо, а он участвовал в военных действиях сам? Да, он участвовал в военной кампании 1988 года, война со Швецией, и он туда взял свои Гатчинские полки, во-первых, свой полк наследника, у него был всегда полк наследника, наследников, по-моему, керосинский наследников. Да, 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 наследников полк. И Гатчинские подразделения свои, но это длилось недолго, поскольку он настолько его распирало желание командовать, желание во все вникать, он начал ссориться и с командирами, и с верховным командованием, и, в общем, он вносил раздрай. Ему нужно было или дать полную власть, А скажите, Елена, значит, то, что он был наследником, не очень боевых командиров останавливал, они не говорили ему, чего вы изволите? Я, к сожалению, от этой кухни не знаю, она нигде не зафиксирована. Если, вы говорите, если ругались... Есть только жалобы вот того же Мусина Пушкина, там еще некоторых, Екатерине, что наследник, к сожалению, в общем, мы не можем с ним согласиться, но мы не можем и поступать так, как он приказан. Ну вот видите... И тут она написала Павлу письмо, возвращайся, к сожалению, я не могу поручить тебе верховное командование на данный момент, но ты сам понимаешь, какой ты вносишь там вот слово какое-то, ну, по-русски это диссонанс. Он вернулся без всякой обиды, он прекрасно это понимал. Беспрекословно, без долгой переписки. И третий момент, она ему написала, но у меня нет другого наследника, кроме тебя, а тебя постоянно видят на передовой. Одна из пуль просвистела и оцарапала тебе щеку. Я не могу этого допустить в дальнейшем. Права. В общем, все, поэтому это довольно быстро закончилось. Он вступает на престол. Первые действия, указы царские, распоряжения. Что происходит? Ну, вот основные его декреты, я уже о них говорила, повторять, наверное, не стоит. Начинается очень сильное брожение во всей Руси матушки. Вот что интересно. Когда Александр вступил на престол, такого не будет. Когда Екатерина вступила на престол, такого тоже не было. Павел своей вот этой, скажем так, антикрепостнической реформой копнул очень далеко и глубоко. Брожение начинается среди крестьянства, среди мелкопоместных. Кстати, очень многие мелкопоместные разорились из-за его реформ. Вот и барщина... Да-да-да, и двинули в города. И стали приживалами при некоторых богатых, так сказать, брожение начинается. Очень опасное брожение. Павел имел план, как с этим брожением в дальнейшем справляться. Я повторяю, он просто не успел. Дальше он будет ужесточать, так сказать, свое правление. Он будет вводить очень жесткие реформы. Он многое вернет назад. У него это уже все будет прописано. Но вот эти 4-5 лет вот тут Россия забродила. Огромное количество небольших бунтов, кстати, прокатилось. Но все они были под маркой, так сказать, под шапкой Павла Петрович, Павел Петрович наш царь. Вообще, тогда было сказано так, в Россию пришел хозяин. Это было сказано на среднем и низшем уровне. не элитой двора, не при дворе. Очень многие люди задумались над своей судьбой. Во многих людях проявилось, стало проступать, по крайней мере, всколыхнулось некоторое самоуважение и национальная гордость. В дальнейшем именно вот эта национальная гордость поможет победить французов в 12-м году. Запустил этот процесс в людях именно Павел. Но для его правления и вообще для династии Романовых это была очень опасная опасная тенденция. И англичане, кстати, доносили своим англичане, французы, многие писали о том, что очень опасно, с огнем шутит император. Но вот что интересно, что тут ведь начинается другая история. Здесь же пойдет поворот, ведь сначала Павел дружил с анти-наполеоновской коалицией, потом мы приходим к концу его правления, мы приходим к резкому повороту, к дружбе с французами, к союзу с Наполеоном. Тут тоже гуляет совершенно дичайшее количество мифов. Самое это о том, что он окончательно сошел с ума и послал русских казачков в Индию. Это был мудрейший, замечательный дипломатический ход, но, к сожалению, погубивший его руками англичан. Немножко подробнее тогда, может быть. В следующий раз, я думаю, потому что еще вот, пожалуйста, вопрос. реформы. Все, предположим, вот этот, как я это называю, период исторической растерянности прошел. Император берется за дело со всей серьезностью. Каковы были его важнейшие внутренние реформы? Больше тысяч приказов, которые он писал, причем сам. Каковы, на ваш взгляд, самая основная? Реформа, во-первых, органов государственной власти. Нет, первая реформа, это, я уже вот это вот кратко сказала, это реформа закона о престоле наследии. Это реформа закона, скажем так, о крепостном праве. Там прописано было очень многое. Обязанности помещиков, обязанности крестьян, которые очень облегчили их жизнь. Крестьянскую? Крестьянскую. Это реформирование армии. Ну, это просто тут от и до надо рассказывать обо всем. Никакого там прусачества, никакого там какого-то единообразия не было. То есть, и его, кстати, вот тут... Там была ставка на дисциплину, на беспрекословное исполнение приказов, но, опять же, оболгали Павла. Не было у него такого солдат, это пустое место, это фишка, это оловянный солдатик, которого надо переставлять. Ничего подобного. О разумной инициативе среднего командного и низшего и солдата пишет Павел. Своих приказов? Да. И это Суворову было позволено. Суворов, может быть, Суворов повлиял на Павла в этом плане, когда солдатская инициатива не каралась шпицрудными, скажем так. А вот пришел вопрос, якобы Суворов сказал Павлу, бук ли не порох, касание тесак, сам я немец, сам я не немец, ваше императорское юрисство, а природный русак. Может, и говорил, а что такого? Нет, вроде как. А это что, тоже миф стравливания Суворова с Павлом? это не миф. Это не миф. Палин был такой персонаж, не хочу его поминать, кроме как, фу на него от всех историков, любящих Россию, другого он не достойен. Вот и товарищ занимался такими вещами. Он действительно пытался стравить Павла с Суворовым, он доносил, а Павел ему в какой-то период очень верил. Кстати, племянник Никита Иванович Панин и Панин-младший тоже гадил порядочно. Вот два негодяя, которые, собственно, привели его к гибели. Он перетолковывал многие приказы Суворова, он рассказывал ему о самодурстве Суворова, как сейчас бы сказали, капал на мозги, дул в уши. Но у Павла с Сувором было несколько личных встреч, когда они прекрасно поняли друг друга. Это примерно из той же оперы, когда Пушкин встретился с Николаем Первым, после этого сказал, я только что говорил с умнейшим человеком. Вот когда они говорили, они, Суворов и Павел, прекрасно находили общий язык. Более того, вы знаете, что все швейцарские и прочие походы Суворова во всех этих походах, нет, ну, грубо сказал, во всех, почти во всех, участвовал Константин Павлович. Причем участвовал он или в арьергарде Багратиона, который прикрывал отступление, или в авангарде того же Милорадовича. То есть Константин всегда был на передовой и заслужил от Суворова высшую похвалу солдат. Это о чем-то говорит? Еще бы. Ну, тут про Рокчеева, что при нем там строили, напротив друг друга крепостных мужчин и женщин, и они сочетались с браком. Ложь. Спасибо. Это ложь. Но обелять и делать пушистым Рокчеева так, что Павла, мы не будем. Вот я об одном перегибе скажу, который, в общем-то, сказался сильно на многих хороших реформах Павла. Он требовал во многом беспрекословного исполнения. Он требовал соблюдения буквы закона. И главное, он очень жестко карал на отступление, даже разумное, от этой буквы закона. Но я вернусь к своему первому сравнению о том, что он клин вышибал клином. сначала нужно было ввести вот эту жесточайшую, именно не жесткую, а жестокую дисциплину, чтобы вышибить вот этот самый Екатерининский дух разгильдяйства и самодурства. Затем уже можно было более плавно проводить какие-то реформы, но, конечно, полки строим на левомарш в Сибирь он не отправлял. Это тоже откровенная ложь. Ну, а исходя из этого поручик Кижи? Ну, вообще, очень много, знаете, такой художественной публицистики витает. Не, вранье, но смешно. Я, кстати говоря, думаю, что если Павел Петрович такое и мог бы сделать, такое мог бы сделать, ну, Петр Первый, это... У меня даже сомнений вообще никаких. Я вот сейчас вспоминаю, как в 90-е годы у нас целая чутернисториография возникла, простите, на сочинении писателя под названием Сандро Исчегема. Боже мой! Полностью выдуманный роман, на который почему-то стали ссылаться, как на фактологию. Это было так смешно. А если... Илана, мы чуть-чуть отвлечемся, я вам прямо скажу. Значит, вы помните «Пересвал Тарасаром» или «Ночь со Сталином» в фильме? Достаточно среднего режиссера. Вы знаете, что сказал Петренко, который играл Сталина? И, кстати говоря, он писал после того, как он отснялся, он говорит, не все так просто со Сталином. Я столько прочел о нем, я столько разговаривал. И он это говорил в телевизионном интервью, и было видно, что он находится под силой очарования этого исторического деятеля. Вот. Вот. А подпородчики же, ну, на совести Тынянова. Оставим это. Да, Тынянов много внес. Но он был писателем, он никогда и не назывался поисториком. Да, и, кстати говоря, писатель отнюдь не последний. Писатель талантливый. Так. Ну, ваше мнение о трактовке русских царей либеральным этносом. Разве это интересно? А я как-то не... Да, у Елены, наверное, и времени-то нет, что это. вот, либеральный этнос. А вы скажите суть-то, в чем там трактовка? Потом каждый либеральный представитель этноса, наверное, по-своему трактовит. Да, 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 Тут, тем не менее, тут был представитель этой славной когорты, и я никак не мог понять, вот, я иногда слушал ее рассказы о России, и у меня в фирме разом. Потому что вот по ее описанию в такой стране, ну, роллым что-то надо всем вешаться. Итак, Елена, еще я вам задаю один вопрос, еще один вопрос, да, а потом уже слушатели. И все-таки, вот вы говорите, белый, пушистый, давайте, расскажите нам, пожалуйста, о так называемых перегибах и о так называемых странностях Павла Петровича, императора Павла Петровича. Вот перегибы, вот это я уже упомянула, это слишком жесткое требование к букве закона, и слишком жесткое наказание за отступление от буквы закона, которое затем было раздута как мыльный пузырь и навязана ему как чуть ли не в общем суть всего его правления. Но нужно вот понимать, что Павел на самом деле это был человеком, он был адекватен, но психически вот есть такая категория нервных людей, нервозных людей. Нервических. К сожалению, нервических, да. Может быть, в этом было от счастья его обаяние, этим он очень нравился с женщинам, но вот будучи императором, к сожалению, он часто на этом совершал ошибки. Он мог очень резко вспылить, особенно если кто-нибудь, тот же Аракчеев, докладывал ему какой-то вопрос в эмоциональном стиле и там какую-нибудь фигуру какого-нибудь губернатора или еще кого-то преподносил как врага его павловских реформ, в этот момент у него все его сознание, оно как бы вот включалось, вот он пикировал на вот эту личность, он мог отдать очень жесткий приказ. До 20 он досчитать не мог. Это было не в его натуре. Не в его натуре. Но в его натуре было. После того, как он резко отдавал какой-либо устный приказ, он уходил к себе. Он, кстати, за день, кстати, вот стиль его работы, он за день отдавал множество приказов устных. Все эти приказы его секретари затем собирали и ему докладывали в письменном виде. Он совершенно спокойно, в спокойном состоянии все это просматривал. Половину этих приказов он, конечно, аннулировал. Причем он совершенно не скрывал того, что они были отданы под горячую руку. Часть он анализировал и видоизменял формулировки, ну, часть он, вероятно, оставлял как есть. Так вот, именно вот эти его устные приказы и вошли в историю как свершившиеся приказы. У него был такой момент, когда в присутствии Нелидовой он кричал всех этих шелкоперов, всех этих с муфточками вместо сабель в руках, ну, офицеры же в муфтах тогда едут, всех в Сибирь. Понятно. Ну, без муфточек. Ну, потом, да, вместе снег. Потом он, этот приказ никуда не вышел. Дальше стен покоев. Ну, там же были уши, там же были доброжелатели, которые потом, сидя у себя в имениях, писали мемуары. Ну, да. К сожалению, не оставил мемуаров очень интересный человек. Вот, он был прообразом у Толстого графа Безухова. Я имею в виду канцлера Безбородка. Вот, если бы он написал мемуары о последних днях правления Екатерины, первых днях Павла, ну, вот, к сожалению, увы. на фоне Сандро из Чигема, может ли Елена сказать об историческом романа Фикуля Фроги? Фроги, я вам могу сказать одно, я у Елены оторву ровно пять секунд, то, что Сталин грабил казначейство, доказано, что это ложь. Вот, доказано историками, что это ложь, а до сих пор, вот, гуляют на телеэкране, что Ленин был немецким шпионом, доказано, что не был. Парвус был, его с Парвусом путают. Естественно, вы сравните по масштабу, кто такой Парвус, ну, Березовский того времени, скорее всего, и масштаб личности Ленина. Так, у нас, у нас есть еще время. Апикулия. Да, 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 обязательно. У меня единственная претензия к этому великолепному писателю, очень знающему архивисту, у него факт плавно переходит в вымысел, а вымысел плавно переходит в факт, и не знающий не может отличить. Где вымышленный персонаж, где фантазия, где вот эта спайка между двумя фактами, а без спаек, без фантазий, фантазийных спаек между фактами не пишется ни один роман. Ну, он же и был велитристом, он же и позиционировал себя как писателя. Конечно. Вопрос. Павел оставил память через создание интересного сословия однодворцев. Можно ли упомянуть записках охотника Тургенев пишет об одном из них в рассказе однодворец-обстянников. Это 8605. Сдать вопрос. Да, этот закон, конечно, лишь там о наследовании. Он вот лишил очень многих имений, очень многих разорил, безусловно. Но это, я повторяю, Павел хотел искоренить балласт сельских хозяев бездельников. Он хотел направить, ведь он же очень многих дворян от двора особенно, вообще вот из Петербурга выслал к себе в имение открытым текстом сказав поезжайте, занимайтесь землей, крестьянами, работайте на земле. Большинство из них ничего не стало делать. Продало все и балластом осело в городах. И как писался вот такой, обавили на теплые воды подался. Более того, он еще субсидировал, собирался их деятельность. Но они настолько распустились и бездельничали. Приматушки, да? Да, они не хотели работать. И они боялись крестьян. А, ну естественно. А с другой стороны император вроде как не свой. Император себя проявил как страшный непредсказуемый зверь для этих людей. Новости на радиостанции говорит Москва. Этим голосом сказано все. Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях историк Елена Сьянова. И настолько оказалась значимой и огромной фигура императора Павла Петровича, что и настолько, ну как обычно, блистательная Елена Сьянова, что выяснил, что не поместимся. Мы сегодня в два часа и придется в следующие выходные, а в субботу или воскресенье, как Елене будет удобно, возвращаться к этому. А вот сейчас Елена, я ничего скрывать не буду, она нашла это строки Павла самого, самого императора Павла. И цитата, на мой взгляд, крайне интересная. И я думаю, Елена ее без всякой связи с вопросами или с чем еще зачитает. Я думаю, что вы поймете, о чем речь. Просто вот сейчас, да, стоит ее зачитать. В 88-м году, когда он был в армии, он же продолжал думать о реформах. Но очень часто делился с своей женой разными соображениями, которые ему приходили в голову. В частности, например, он писал, что одно из его первых реформ будет, вот зачитываю, переменить судьбу заводских крестьян и других сельских классов, уменьшить питейного доходу, как разворотительного для нравов. Но самое интересное, это в связи, наверное, с нашей нынешней реальностью. Мне очень понравилась цитата о внешней политике. «Не надобно России помощь иностранных держав», писал Павел, «но надобно России политическое равновесие и особенно доверие к северным соседям и их к нам». Даже можно не комментировать. Да-да-да-да, без комментариев. Так, ну вот тут уже просто человек вводит процензуру, вот как цензуру, цензуру императора. Преувеличен вопрос о цензуре при Павле. Как-то он сводится к запрету круглых шляп, которые якобы носили эти якобинцы. Хотя они носили вообще-то да, и вальса. А, ну, вот еще что. Я даже не помню. Якобинцы вы мне носили? Конечно, не носили. Я не знаю, почему это запущено именно, если бы фрегийский колпак, было бы понятно, а почему-то круглых шляп. Они ассоциировались почему-то с французскими революционерами. Ну, носили. Мода была такая уже попозже при директории. Хотя вот, например, платья-туники вошли и в русский быт совершенно спокойно еще при Павле. Вот запрет вальса. Вообще, якобы, он запретил всякая свобода мысли. Давайте договоримся о терминах. Что поднимается под свобода мысли? Я повторяю, если он создает комиссию об, опять же, повторяю, это из черновика перешло в указ об ограничении и отмене в дальнейшем крепостного права. И в эту комиссию включает Александра Радищева, что есть исторический факт, то о каком запрете свободы мысли реальном можно здесь говорить. Что он еще запрещал? Запрещал офицерам носить муфты. Представляете себе, русский офицер с муфтой в руках. И под этим, и под китерем или фуражкой, под китеремой фуражкой платочек нужно, чтобы ушки не дуло. Да, чтобы ушки не дуло. Бред. Но это позор. Нет, но это вообще, это разнужденность полная, императорская. Вот так. Нет, вот, Алексей, вы спрашивали, благодарите за передачу, вам спасибо. Нет, я только хочу закончить. Опять же, не так все здесь просто. Здесь он, безусловно, запрещал какую-то свободу мысли, которую он считал или преждевременным, или не вписывающимся в его текущие реформы. Иногда он говорил, вот об этом сейчас не надо писать в журналах, об этом будем писать в следующем году. И действительно, что-то, какую-то тему прикрывали. Вот, Алексей, спрашиваю, ну так он государь-император. Помазанник он Божий. Помазанник Божий. Именил он себя так, поймите вы это. Алексей, заговор, роль англичан, в следующий выходной, Алексей. Сразу скажу, англичане 50 процентов приложили руку и деньги. И естественно, деньги, наверное. Руку, деньги, формировали вот эту вот мерзкую оппозицию, даже не оппозиция, а какая-то банда, которая, предателей откровенных. Да, английский след, безусловно. Потому что для англичан дружба России и Франции смерти подобной. А это было всегда. Конечно. для англичан. Это была самая страшная головная боль Питта Старшего и Питта Младшего. Да. Английский премьер. Кстати, и тот, и другой Россию любили до белого коленя. Простите, мне... Всегда обожали. Да, 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 да. И все бы, и все ждали, когда можно будет станцевать что-нибудь на ее похоронах. Итак, пожалуйста, по коду 495 номер нашего прямого эфира 7373948 ваши вопросы к Елене Сьяновой. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. День добрый. Здравствуйте. Андрей Зеленоград. Спасибо. Вопрос к Елене. Да, 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 пожалуйста. У нее очень замечательное субъективное женское мнение о Павле. Так. Вопрос включается в том, если он знал, что творится и как он законит свою жизнь, он это почему не предотвратил? Вопрос где? Я никак вопроса не дождусь. Почему он это не предотвратил? Да. Все. Спасибо большое. Поняла. По поводу субъективного женского мнения. Ни в коем случае не буду с вами спорить. Любой человек имеет свое собственное субъективное мнение. Но я его формировала определенным образом. Я уже говорил каким. Да, да, вы знаете, в отличие от Сандро Ищегема, Елена по архивам постоянно сидит, какие-то там документы читает. Зачем? Вот я все думаю. Вот, чтобы его сформировать. Ну, а куда? Вот у меня страх такой присутствовал, что, наверное, за тем, чтобы собрать факты и высказать свое субъективное мнение. К сожалению, Павел Петрович вот не герой моего романа. Наверное, все-таки я бы влюбилась в Ивана Иванова Шивалова. Понятно. Чисто по-женски. Так вот, что касается того, что он знал и что он не знал. Была запущена такая легенда. Она приписывалась, якобы ее описывал Плещеев, якобы ее описывал Александр Куракин или Алексей Куракин, кто-то из них. или даже ее вкладывали как в уста Михаила Леонидовича Кутузова о том, что один раз гуляя по Петербургу, Павел вдруг ощутил какой-то странный холод, увидел впереди фигуру, закутанную в плащ, приблизился к этой фигуре, оказалось, что это император его прадед Петр Первый, который сказал ему «Бедный, бедный Павел». А ваше мнение о фильме? Задавал вопрос. Я только цитату закончу. «Бедный, бедный Павел, тебе не стоит слишком привыкать к этой жизни, тебе недолго в ней оставаться». А ваше мнение о... Да хорошее, актер отличный, прекрасный, но материала немножко... Не хватает. Не хватает. Не хватает. И так, он перевралит маленько. Так вот, я думаю, что любой человек предчувствует свою судьбу, но вот отдайте себе отчёт, но вы предчувствуете что-то, и вы что-то делаете, разве? Все-таки вы живёте так, как вы живёте. Другое дело, что его судьбу предчувствовала Екатерина. И может быть, она действительно в конце жизни поняла, что такому Павлу на русском престоле долго не удержаться. И я не думаю, что, конечно, у неё было желание, видеть на престоле более изворотливого, хитрого, хитренько умного, умно-хитрого, покладистого Александра. Потому что Павел для русского престола это беда. Прежде всего, для него самого. Без хорошей контрразведки полная беда. Полная беда. Так что слухи о том, что она хотела бы видеть Александра, они не преувеличены, но она ничего по этому поводу не сделала. Всё ложь. Два документа, которые были, вот опять же, архивное сведение по источникам, два документа, которые были сожжены Павлом во время, один из документов приведу, хотя бы, для краткости, которые были сожжены Павлом после смерти Екатерины. Знаете, что это было? Это было дело Волынского. Это был документ, который оставила Екатерина с подписью «Читать сыну моему и всем моим потомкам как пример, скажу своими словами, там долго, как пример псевдозаговора при дворе раздутого во имя интересов одной из сторон. Значит, это была ситуация, когда Волынского погубили в угоду Берону. Да. Кстати, Пикуль пишет об этом. У Пикуля есть. Вот это он действительно изъял, ему советовали это сжечь, он это оставил, и это всплыло затем, по-моему, при Александре II только первый раз, и действительно стали это читать. А второй документ, это связанный... Вы же говорили о кланах этих придворных. Да. Вы говорили об этом. И второе, это вот то, что с Петром III, с убийством Петра III связано. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос, Елене Сьяновой. Вопрос такой, доктор Валерия Петровна. Вопрос такой, что можно купить в магазине, как называть ее книги, вышедшие сейчас? Спасибо. Ну, к сожалению, я сейчас просто на трилогии о Павле работаю, а вышли книги «Гитлер-директория». Это, собственно, с 18-го года и до краха Третьего рейха целый объем архивных, мной переработанных чисто женским взглядом материалов. Вот вопрос прямо спрашивает Константин, планируется ли переиздание книги «Призраки» на том берегу? Ну, видите, мне надо сначала трилогию все закончить. А вторая из вышедших книг это маленькие трагедии большой истории. Там, кстати, о Павле, достаточно Александре, там, ну, по всей мировой истории, там, начиная от, не знаю, от Иосифа Флавия и заканчивая нашими днями. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос, Елена Сьяновой. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена, скажите, пожалуйста, как бы вы могли оценить экономические результаты в правлении Павла? Состояние государственных финансов, валюты, торговли и так далее. И второй вопрос к Леониду. Где и кем доказано, что Сталин не грабил казначейство? Расследование берлинского полица президиума. Читайте. А если вы хотите телеговорунов слушать, которые абсолютно со спокойным выражением лица говорят, что Леонид был немецким шпионом, ну, вольно же вам. Елена, доказано? Ну, да, это официальный документ. Это официальный документ. Причем не нами он составлен. И не нами было проведено это расследование. Да-да-да, кровавые габнято к этому никакого отношения не имело. Так что тут как хотите. Каждый верит в то, во что он хочет верить. Значит, я всем советую сделать следующее. В интернете забейте Елену Сьянова, откройте эту Вику. Да. И там будет вся ее библиография. А уже по этой библиографии ищите, что доступно, что недоступно. Может быть, там где-то в этом году или в начале будущего что-то издадут новое. По поводу экономических реформ я только одно назову. Может быть, самая такая серьезная вещь. Павел запустил процесс наполняемости казны. То есть налоги вся... Кратенько не расскажешь. До следующего раза. Елен, вы запишите себе? Хорошо. Экономика. Экономика. Пожалуйста. Но, к сожалению, видимых результатов экономических успехов не успело проявиться при Павле. Это тоже факт. Я говорю, старт, разгон. То есть это были реформы с большой перспективой. запущенные направления, которые затем дали возможности России вытянуть войну с Наполеоном. Экономически вытянуть. Да, кстати, вот звонил человек, гораздо легче верить в Сандро ищи Гема. Смешно. Демон есть? Обязательно демон есть. Сталин? Вот он. Как на мальчика посмотрел, так мальчика это... Ну, мальчик запомнил на всю жизнь взгляд. Жуткий совершенно взгляд. Конечно, легко. Красочно. А то, что человек этого не делал. подключается эмоциональная сфера. Она убеждает человека лучше любых фактов. Конечно. А там читать материалы полицай-президиума то все, ну, не царское дело, собственно говоря. Царское дело, это статейку прочел, все знаешь. 7373-9488. Здравствуйте. Радио, пожалуйста. Да, здравствуйте. алло, добрый день. Елена Ильинич, гипнотизер. Вот куча дел свяжу и слушаю. У меня такой вопрос. Вот только что репаривайте кратенько, пожалуйста, правление неубитого Павла императора. Пожалуйста. Спасибо. Ох, не любит история сослагательного наклонения. Елена, не любит. А вот у меня к вам предложение, если вы с ним согласитесь. Это еще раз? Конечно. Это будет женские фантазии, не более того, кому это интересно. У нас тут демократия, помню. Я не очень люблю. Насчет этого. Гендерная демократия у нас сильная. А я думаю, что это нереально, невозможно. Он был обречен. Судя по тому, что вы нам рассказали, постоянно все современники, Фридрих, Петр Первый, и все не видят Джельцата. Это был император более позднего времени. Он слишком рано пришел к власти, вот я так скажу. Россия и умы не были готовы. Не все же были родящие воиновековы. Принять такого императора. Да. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос, Елена Несьяновой. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Елена, такой вопрос. Есть версия, что Палин докладывал Павлу Петровичу в готовящемся покушении и как бы изворачиваясь, говорил, что я как бы возглавлю и буду вам своевременно докладывать, было ли это на самом деле или это все выдумки. Да, это чисто правда, поэтому я и сказала от историка тьфу на этого Палина и больше ему другого слова нет. Негодяй, подонок. Да, Павел знал о готовящемся заговоре. Ни Палин, ни Панин не могли ему об этом не доложить, но Палин его просто предал. Он сказал, я буду держать все под контролем. Вот в этом и заключалось гнусное предательство этого товарища. Но, буквально два слова скажу в отместку всей этой банде. Вы знаете, ни один из них не остался при дворе. Мария Федоровна всех, грубо говоря, вот такое слово употребляла, сгноила в изгнании, в своих имениях. Они все подохли в пьянке, в разврате, а некоторые из них сошли с ума. Да нет, ну и потом, когда ты еще вчера судьбы решал, а сегодня ты за ворот выехать не можешь. Вот, кстати говоря, я думаю, мы этого недооцениваем, так как мы там никогда не были. А вот представь себе, у тебя там есть там несколько миллионов долларов, а выехать никуда не можешь. Вот сидишь за границей, а нельзя, тут Интерпол ищет, там с кем-то не рассчитался, понимаете, а даже если просто сидишь, беда же ведь, так и с вами можно сойти, депрессия, а там это самоубийство недалеко. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Меня зовут. Очень приятно. Может, ваш гость пояснить по поводу этого письма, которые он написал и скрыт через 100 лет, и тогда Николай II его там прочитал. Ну, вот это легенда. Это миф о том, что на Романовых лежит вот это крест предательства, отцаубийства, который был, ну, в основном он был запущен при Александре II, активно обыгрывался, там у него был роман, и у него был внебрачный ребенок от Долгорукой. Ну, вы помните, да, вот эту историю? Вы просто раз об этом говорили. Нет, я об этом еще не говорила. Ну, там были какие-то разговоры по поводу того, что, может быть, стоит не следующему Александру III передать власть, а вот этому Георгию, которого Александр II родил от Долгорукой. И вот пошла вот эта вся, то есть, как бы, давали понимать, что, ну, может быть, можно и как-нибудь поиграть с этим престолом, наследием, и что вообще неизвестно, от кого даже сам Павел, вот пошла вот эта вот, неизвестно, от кого он сам родился, может, от Салтыковых, и может быть, вообще тут вся эта линия, может быть, не так уж она и прямо, можно, тут был напущен туман, но это ненадолго, и он, в общем-то, так туманом и остался. А в чем был вопрос-то? А, по поводу... Письма. Вот тогда кто-то из публицистов, по-моему, даже первое это письмо, вот его, ссылка на него, якобы, в мемуарах, не то Плещеева, по-моему, Плещеева, появилась тогда в Ниве. То есть, это было запущено в обывательское сознание. Кстати, Елена, я недавно прочел, не говорил Сталин, у нас нет пленных, у нас есть предатель. Ну, не говорил, вот хоть ты тресни. И в уголовном кодексе... Дождите, у нас... У нас нет... У нас нет пленных, у нас есть предатель. Не говорил Сталин. Подождите, по-моему, это строчка из одного, одного из указов Кейтеля, которая потом всплыла на Нюрнбергском Требунале. Это потом, после 20-го съезда, очень хорошо было вживлено в нашу ткань. Просто надо, я считаю, надо очень осторожно относиться к хлестким вот таким цитатам. Надо всегда смотреть, кто это запустил и кому это было выгодно. 7373-948, ваш вопрос, Елена Сьяновой, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Павел хотел ввести, кажется, литеранство, заменить православие. Не в курсе? В курсе еще одной легенды. Это связано с тем, что он стал великим магистром Мальтийского ордена. Это было еще одно из серьезнейших и очень умных направлений российской политики вот в ту сторону, в ту часть Европы. Наверное, тоже в следующий раз поподробнее, а вообще обо всей истории, связанной с Мальтийским проектом. А я всегда... Почему Мальтия не российская? Вот почему она... Почему английская? Вот потому что недооценили. Ну, для англичан тоже была бы катастрофа. Вот. По этому поводу тоже приписывает какое-то безумие, чуть ли не введение лютеранства и всего прочего. Хотя Павел, в отличие от Екатерины, был уже глубоко верующим, православным. Православным. И Екатерина так и не стала по-настоящему православной. И сама в этом признавалась, кстати, в этом и в том, что лишена музыкального слуха. Она признавалась открыто. А Павел был очень музыкален. В кого только? А, в отца. 7373948. Ваш вопрос, Елена Сьянова. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Кто сочинил миф про Федора Кузьмича? Кому это было нужно вообще? Спасибо. Обязательно расскажу в следующий раз поподробнее. Спасибо большое. Значит, к сожалению, автора этого мифа я вам назвать не могу. Сама бы хотела знать. Возможно, из какой-то литературы, из каких-то романов. Но вот самое интересное, что миф-то этот имеет под собой очень серьезную почву. Вот давайте об этом действительно поговорим поподробнее. В следующий раз. Да, это очень интересная история. И вы знаете, это вот из тех мифов, в которые я, как историк этого периода, готова поверить. Хотя я точно знаю, есть свидетельства докторов, которые осматривали тело Александра. Там есть заключение, там Вилье, который вот все полностью описал врач. То есть, ну, умер Александр. Да, действительно умер. В гонороге, нечего здесь крутить. Но легенда, который логически вытекает из его жизни. И у него были высказывания, что он хочет уйти. Что он хочет. Если бы Константин согласился принять власть, вот тут, если бы можно пофантазировать. 7-3-7-3-9-4-8. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Наруфаминская Ирина Владимировна. Пожалуйста. Восхищение от передачи. Будьте любезны. Сделайте передачу. Павел и Елизавета Алексеевна. И вообще, Елизавета Алексеевна... Спасибо. Спасибо большое. Лучше было присоединиться. А Елизавета Алексеевна, это имеется в виду кто? Жена? Бабка. Или Елизавета, принцесса, невестка? Нет, ну это мне как-то, по-моему... Так это Елизавета Петровна. Елизавета Петровна, бабка. А, да. Подумайте. Елен, ну в следующий раз я могу просто поотвечать на эти вопросы. Так Павел и... а у нас же нет времени, все, вы не успеете, тут 40 секунд осталось. Бабушка, бабушка с ним много начудила, честно говоря, пока родители не подняли бунт, вместе с Иваном Ивановичем. Ну что ж, это интересная история. Еще хочу, еще раз хочу сказать, такая колоссальная тема, настолько интересная, настолько сложная, противоречивая история, которая оказала такое влияние на нашу... И очень ложится на наше время. Царская династия, огромное количество параллелей с нынешним положением в нашей стране, что, конечно, мы продолжим в следующие выходные с Иленой этот разговор. А вам всего самого доброго. До завтра.